Дорогие уважаемые днепряне, уважаемые жители области, городов нашей области, города Кривого Рога в том числе, кратко хотел бы вам рассказать ситуацию, которая сейчас происходит на рубежах нашей области. Небольшая справка, небольшая информация, так называемый театр военных действий я расскажу, чтобы все понимали, в каком состоянии мы сейчас находимся, что нам угрожает, что нам не угрожает. Поэтому по поводу военной оккупации, агрессии и того, что происходит на фронтах. В двух словах, сейчас продвижение оккупационных войск активно происходит на юге, по югу Запорожской области, Мелитополь. Апологи, там, где сегодня остановлены войска Российской Федерации. Также происходит движение в сторону, с другого направления, в сторону Херсона, в сторону Николаева и в сторону Одессы. На самом деле, по информации, которая у нас имеется, вооруженные силы Украины действительно сражаются мужественно, отчаянно, очень продуманно. По информации, которая у меня имеется, колонны, которые двигались на Вознесенск с Николаева, были разбиты. Также в Николаеве отброшены противник с аэропорта Кульбакина. Поэтому здесь уже, можно так сказать, серая зона такая. Сейчас на направлении, на Донецком направлении, войска Российской Федерации закрепились в городе Пологи и пытались сделать несколько вылазок для того, чтобы попасть в нашу область с целью перерезания ее по вот этой вот линии от Харькова. У них в их запыслах есть такое, что они хотят перерезать по Першатравенск-Павлоград для того, чтобы отрезать зону объединенных сил нашего командования, которое сражается здесь, группировка, которая находится в Донецке. Это наиболее боеспособная группировка, которая сдерживает, по сути дела, натиск российских войск с Донецкого направления. Но эти попытки провалились, они оказались безуспешными, потому что мы хорошо подготовились вместе с военными и достаточно укрепили все линии обороны. Здесь много линий обороны, как с одной стороны, так и с другой стороны. Соответственно, в Лозовой стоят наши регулярные части, отсекая здесь нашу область от противника. Поэтому на данный момент ситуация стабильная в этой зоне. Более того, мы наращиваем преимущество, тактическое преимущество, потому что враг не может найти никакую дырку для того, чтобы проникнуть и сделать это отсечение как с севера, с Харьковского направления, так и с юга, с направления Запорожской области. В том числе мы выстраиваем линию обороны, разговариваем и общаемся вместе с Запорожской обладминистрацией для того, чтобы защитить город Запорожье от агрессии российских войск. Поэтому на сегодняшний день фактически группировка российских войск растянута в длинную цепочку, в длинную колонну, начиная вот Мелитополь, Васильевка, Энергодар, Токмак, Пологи и за эту линию пока они зайти не могут. Нет у них сил, нет у них логистики соответствующей. Да, мы видим, что они пытаются перегруппироваться, но пока это не приводит к успеху. Криворожское направление защищено надежно. Здесь выстроены несколько линий обороны и как самого города Кривого Рога и в области так же. Поэтому мы отражаем любые попытки приблизиться к области на дальних рубежах. На сегодняшний день жителям области ничего не угрожает, жителям Днепра ничего не угрожает. Единственная угроза, которая остается, это угроза с неба, потому что, к сожалению, у нас нет противовоздушной обороны, которая может вовремя перехватывать ракеты, бомбы, которые сыпет наш противник. Но сейчас есть активное движение, наш президент, многие люди, депутаты подписывают активно воззвание к НАТО, к мировому сообществу о том, чтобы они закрыли небо. И мы все к этому присоединяемся, к этому призыву, потому что это просто бесчеловечные бомбардировки, страдает гражданское население, мирные люди, и такого не должно быть в начале XXI века. В двух словах еще скажу вам о ситуации, которая у нас была конфузная ситуация, я считаю, на вокзалах области. Железная дорога каждый день подает порядка 50 составов эвакуационных поездов, поэтому сейчас полиция Днепра, и не только Днепра, вместе с городскими службами, вместе с мэром, вместе с главой ВЦА даны все распоряжения, порядок наведен на вокзалах, сейчас все это двигается без давки, без криков, без паники, выделены специальные коридоры, по которым двигаются женщины и дети. Мы попросили учителей, мы попросили волонтеров, мы попросили людей, задействованных в гуманитарной сфере, чтобы они работали с прибывающими к нам транзитными пассажирами, в том числе из Харькова, из Мариуполя, из Запорожья, которые накапливаются в Днепре и эвакуируются в западную Украину. Сейчас поезда ходят стабильно, паники нет, давки нет. Мы открыли рядом стоящие помещения для того, чтобы люди, которым приходится ожидать своей очереди, своего поезда, они могли спокойно переночевать или поспать, или отдохнуть в этих помещениях. Там есть матрасы, там есть одеяло, там есть волонтеры, которые помогают с едой, с лекарствами, с маленькими детьми. Поэтому прошу вас еще раз всех сохранять спокойствие, сохранять выдержку, сохранять мужество. Наша армия сегодня показывает беспрецедентный пример борьбы, наши люди показывают просто беспрецедентный пример самоорганизации. Прошу всех соблюдать комендантский час и благодарю всех за вашу выдержку, терпение и мужество.